Бэтмен против Супермена И я бы набил тому человеку лицо, потому что это не катит ни в какие ворота. Вместо того, чтобы исправлять реальные ошибки БПС, такие как неровный сценарий и его иногда глупые сюжетные ходы, рваный монтаж и многие ненужные сцены, которые просто делали действие скучным, вместо этого они уничтожили все то, что было действительно круто в фильме. Они убрали серьезный тон картины, который просто необходим был ей, они добавили кучу различных шуток, а некоторые из них выглядят еще глупее, чем тем же в шутке из Стражей 2 или Тора 3. Они убрали шикарный визуальный подход Снайдера, оставив его в паре местах, а также задвинули музыку, то, чем реально хвасталась их киновселенная перед Марвелом. Задвинули на задний план, сделав все треки максимально скучными и фоновыми. И теперь представьте абсурдность ситуации. Лига справедливости – это сборник всех ошибок БПС. Да и плюс с уничтожением всех положительных моментов БПС. В фильме чувствуется лишь пара сцен, реально созданных Снайдером. Остальное – это непонятно что. Созданное продюсерами студии и, наверное, великим Джоссом Уиденом, чьи, извините меня за выражение, диалоги, если их вообще уместно так называть, выглядели как несмешной стендап, подающийся ни к месту, ни к делу. С некоторых сцен вы будете люто кринжить, и вы просто не поверите, что смотрите Лигу, а не Новых Стражей. Хотя даже они себе такого ада не позволяли, что вообще вводит меня в полнейший ступор. Фильм, конечно же, не хуже отряда, так как все-таки не ломается полностью к концу и доводит историю до логического конца. Но этот конец настолько скучен и прессен, настолько он прямолинейен, что тебе просто становится отвратительно от увиденного. В фильме почти что нет неожиданных сюрпризов, максимум 2-3. А о больших сюжетных поворотах вообще можете забыть. Видимо, ребята-сценаристы решили, что раз 5 других кинокомиксов этого года имели в себе твисты, то их фильм будет простым обычным экшеном про спасение мира, без всяких откровений. Знаете, я промолчу про графику, про экшен, про все остальное. Я буду это разбирать подробнее в большом обзоре. Уж сильно у меня накипело. Но у Лиги, несомненно, есть парочка достоинств. В лице Флэша, в лице Супермена или Чудо-женщины. Есть парочка реально крутых сцен, которые будут до середины картины. А самое запоминающееся – это пролог фильма. Он нереально очень крут. И лучшее, что я видел. После середины фильм абсолютно ломается и скатывается в абсурдный бред. Степной Волк, кстати, слит. Вот просто официально слит. Худший злодей этого года. В итоге, я хочу извиниться перед всеми вами и перед Заком Снайдером за то, что полтора года так люто хейтил БПС. Я был неправ, ребята. Теперь, посмотрев Лигу, я понял, что если мастер уйдет, если мастера будут сдерживать, то получится вообще невыносимая херня. Как говорится, имея не ценим, а потерявши – плачем. В сравнении, познается истина. Ну а для меня Лига – худший кинокомикс этого года. И единственный реально провал из всех шести картин. Мы могли увидеть реального конкурента киновселенной Марвел. Но теперь DC Extended Universe стала Марвелом 2.0. Чего я терпеть не собираюсь. Лига – это не Стражи Галактики или Тор 3. Лиге такой стиль никогда и ни за что не подойдет. А также в фильме было две сцены после титров, которые в тысячу, в сто тысяч раз лучше, чем сам фильм. У меня все.